Среди собравшихся члены Президиума Координационного Совета по делам ветеранов, сторонники партии «Единая Россия», актив ветеранских и общественных организаций. Всех интересует один вопрос, где и каким образом можно получить причитающиеся льготы. Начальник социальной защиты Одинцовского района Наталья Малашкина сообщила, что губернатором региона Андреем Воробьевым было принято решение о предоставлении пенсионерам с 1 августа бесплатного проезда на железнодорожных поездах пригородного сообщения. Кроме того, новыми льготами смогут воспользоваться и другие категории граждан. Почетные доноры Советского Союза, почетные доноры Российской Федерации. Это дети из многодетных семей в возрасте до 18 лет, а те, которые обучаются в образовательных учреждениях по очной форме обучения, но не старше 23 лет. Одному из родителей многодетной семьи, одному опекуну, который воспитывает ребенка-сироту, родителям или иным законным представителям детей-инвалидов. Наталья Малашкина разъяснила, что организация бесплатного проезда будет осуществляться путем перекодировки социальных карт без их замены. С 1 августа перепрошить карту можно будет в кассах на ЖД-станции Одинцова или вокзалах Москвы. При отсутствии у граждан, имеющих право на льготы социальной карты, на период ее изготовления предполагается выдача временных справок. На период изготовления постоянной социальной карты гражданину выдается временный билет для проезда на наземном транспорте и справка для проезда на железнодорожном транспорте. После изготовления постоянной карты СКМО человек обменивает временный проездной документ и справку на постоянную. На встрече затронули вопросы обеспечения лекарственными средствами льготных категорий граждан. Собравшимся рассказали о государственных аптеках, открытых за последние несколько лет. Большая нагрузка сейчас ложится на новый пункт, который начал свою работу в прошлом году по адресу улицы Маршала Бирюзова, дом 30-Б. Сегодня он обслуживает поток граждан, ранее получавших лекарственные средства, в закрытой на реконструкцию поликлиники на Маршала Бирюзова. Наша организация осуществляет не только выдачу препаратов льготным категориям граждан, мы еще взяли на себя такую функцию, как обеспечение на дому. То есть у нас имеется в организации закуплено 4 машины «Ларгус», которая осуществляет доставку лекарственных препаратов ветеранам Великой Отечественной войны. В последнее время мы подвозим даже препараты маломобильным гражданам, которые не могут сами прийти в аптеку. В завершение участники заседания получили ответы на все интересующие вопросы. Екатерина Яровая, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».